Привет, друзья! 18 июня. Лечу на крыльях надежды и мечты в лес. Как истинный авантюрист в самую засуху. Какая красота! Как лучи восходящего солнца вырываются. Очень красиво. Пять часов утра. Уже расцвело давно. И на небе первый раз за неделю, наверное, сгущаются такие дождевые тучки. Даже пару капель на меня упало. Сейчас посмотрим. Ничего страшного, если даже пойдет дождик. Угадайте, где мы, друзья? Все правильно. Мы идем проверять мое болотце. Не выдержал я и подошел к болоту, чтобы убедиться, что подосиновичков нет. И, каково же было мое удивление, когда я вижу торчащую бледненькую шляпочку. Вот и подосиновичек. Значит, нужно смотреть. А вот и второй голубчик. Румяненький. И их папе. Ух ты, какой-то длинноногий. Муах! Оба подосика просто ошеломили меня. Обилием червей. И поэтому пришлось их оставить там же. Я даже не стал вам показывать этот шевелящийся ужас. Я вижу, что тут довольно сухо. Вода, конечно, в болоте есть. Вот старый засохший подосиновик. Молоденьких не видно. Вот еще один погиб. Под лучами палящего солнца. Сколько мотыльков. Надежда была на то, что возле болота, возле воды что-то будет. Ну, вон первая, объемная, сухая находка. Подосиновик. Потрескавшийся. Очень старый оказался. Пусть он тут остается. Вот она водичка. Но солнце нещадно палит их. И так. А вот торчит еще один сухарик. Похоже на подберезовика. Да, это подберезовик. Старенький. И червивенький. Ну, кстати, шляпка довольно ничего. Просто вот трубчатый слой уже темный. Тихо-тихо на болоте. И вот я стал вылазить. Смотрю. А тут такая голова торчит. Огромная. Огромная шляпа. Смотрите. Белого гриба. И вы знаете, очень твердая нога. Я надеюсь, что он хорош. Ну, что, классный. А как пахнет. Супер. И вы знаете, друзья, есть, конечно, там парочку ходов. Ну, в целом, гриб хорош. Ну, как говорила Ирина Клестова на канале о грибах и растениях своими словами. Я его в солененькую водичку на пару часиков положу. И червячки все вылезут. Они вылезут. Пусть не обижаются. Мой первенец, надеюсь, не единственец. Рядышком вот два мутанта. Никто их не нашел. и они умерли своей смертью мучительной. Такой беляшонок стоит лайка. Меня, кстати, расстраивали дизлайки. Как некоторые говорят анти-лайки. Так вот, я провел анализ кто же ставит эти анти-лайки. Первое, за то, что я не называю конкретное место, где я ищу грибы. Но мне понравилось, как ответил Александр, автор канала Грибнов. Он называет, допустим, регион, но населенный пункт не называет. Потому как уважают жителей этого населенного пункта. Ведь не все из нас благородные и добрые люди. Некоторые приедут, оставят мусор. Тем более местные не особо любят мягко говоря, приезжих. Вторые люди это люди, которые ставят дизлайки за то, что я грибы не срезаю, а выкручиваю. они обзывают меня варваром, не разобравшись. Ну, да, ничего то такое. И есть еще люди, которые, как говорит моя матушка, родились с жалом. Вот человек родился с жалом и ему обязательно нужно хоть как-нибудь кого-нибудь ужалить. Красота какая. Заколосилось болотное растение. Итак, поотдаль от болотца я вижу там некий гриб. А это белый гриб, который поеденный. Да? Да. Его объели прям со всех сторон. Бедняга. может быть и хороший был бы. Ну, лесным жителям тоже нужно чем-то питаться. Так, и в болоте делать нечего и вышел вот заглянуть под дуб. Что случилось с белым? он умер. Показалась шляпка еще одного представителя булочков, который также плохо себя чувствует. и ребенок уже не живой у него да. Черви съели изнутри, а солнце убило его снаружи. Вот, друзья, мой дуб, на котором кого только нет. А вот, друзья, букашечная свадьба, куда я только что ворвался без приглашения. Но зато сюда приглашен господин шершень, чета жуков оленей и целый выводок медяночек. Бабочка в качестве развлекательной программы. Кто-то в конце сожрет. Ладно, не буду их тревожить. А вот ящерка сидит, которая имеет удостоверение инвалида. У нее отсутствует часть хвоста. Куцехвостенькая ты моя. Кто-же тебя так? Итак, наверное, это будет заключительный на сегодня грибочек подосинчик. Ну, кстати, хороший. Возьмем на солнышке здесь было ему не совсем благоприятно, но все-таки вырос нормальным человеком. вот такая ситуация в лесу. Сухо, нужен дождь, но на следующей неделе обещают грозовые дожди, частые. Так что будем надеяться. Так что до скорых встреч, друзья мои. пока.